Приступим, собственно, к делу. Так как темой конференции была озвучена цифровизация, не знаю, о чем выступали вчера коллеги, да? Нет, тема конференции — это родная школа, но большая тема, это проблемы, связанные с насильственным. А там, где сейчас нам переходят, да? Потом расскажу. Вот. И, значит, что самое главное? Самое главное — это начать с целей, да? Значит, а цели, они кроются в определениях, да? И нужно понять, откуда вообще появилась концепция цифровизации, да? Какие у нее предыстоки. Значит, и мы встречаем всем известную модель, да? Которая, как сказать, ну, является моделью, да? Значит, и в ней у нас есть понятие индустрии 4.0 или промышленной революции 4.0, у которой были предыдущие этапы, да? Значит, то есть и первый этап — это механизация, появление там паровой силы, и, собственно говоря, после этого и пошла массовая школа в том виде, который вот мы знаем. Значит, и мы услышим уже знакомое слово «механизация», да? Вот. То есть уже такие вот первоистоки у нас наблюдаются. Затем мы понимаем о том, что у нас, ну, начинается вот, собственно говоря, индустриализация, которая основана на электрификации, да? Вновь у нас знакомое слово, которое очень близко к цифровизации. Затем у нас индустрия 3.0, сутью которой являлась автоматизация, да? Вновь очень знакомое-знакомое-знакомое слово, близко к нашей цифровизации. И сейчас у нас говорят о том, что вот пришла индустрия 4.0 или промышленная революция 4.0, которая говорит о том, что индустриальное общество позади, что на самом деле тоже достаточно спорно. Значит, и мы видим непрерывный такой процесс, да? То есть механизация, электрификация, значит, автоматизация, были что у нас еще там? Были у нас компьютеризация, информатизация, да? И следующий слайд, пожалуйста. Вот. Для того, чтобы раскрыть термин, да, вот, я вывел, ну, тут все очень мелко, но я думаю, презентацию всем разошлют. Значит, я вывел несколько примеров вот тех терминов, которые есть в советском большом энциклопедическом словаре, да, и в современной Википедии. И мы можем сразу увидеть разницу, она, прежде всего, в чем вот заключается. В том, что, когда мы смотрим большой советский словарь, да, значит, в нем все термины имеют греческое происхождение. В Википедии, предположим, вот мы вот можем увидеть, да, механизация, значит, от греческого орудия машина. В Википедии у нас уже механизация, это английский термин, да, значит, и, да, и суть, вот, и суть, когда мы начнем эти определения читать, они очень и очень отличаются, вот, очень и очень отличаются для тех людей, которые внимательны, да, и каким-то образованием, хотя бы там начальным классом, да, значит, владеют. И очень интересный пример, очень интересный пример, я его вот сюда вывел, мы понимаем, что в советских словарях цифровизации не было, вот, да, значит, и, значит, информатизации, значит, но в нем есть термин, значит, автоматизация, да, значит, и если мы посмотрим, то у нас отличается автоматизация от автоматизации производства. Почему? Потому что термин автоматизация говорит о том, что это тот процесс, когда человек начинает совершать действия без участия в воле, да, без, собственно говоря, без размышления. И в таком случае автоматизация это главный корень и предтеча последующей цифровизации. Вот. Прошу обратить на это внимание, да, о том, что автоматизация в исконном, серьезном, да, действительно научном определении говорит о том, что это действия без воли человека. Когда человек работает как автомат, да. Значит, ну, посмотрим дальше, да, вот, еще я привел вот определение информатизации, значит, и мы понимаем о том, что уровень управленцев у нас в стране, да и во всем мире, катастрофически падает, но вот в 95-м году, в 95-м году, значит, в федеральном законе об информации было приведено достаточно хорошее определение информатизации, основой которого, вот, и тоже я на это обращу внимание, да, это процесс создания оптимальных условий, вот, и мы знаем о том, что условия могут быть оптимальными, да, а могут быть избыточными, вот. И когда цифровизацию внедряют в образование против желания людей, да, ну, мы понимаем, что этот процесс уж точно не оптимальный. Да, вот, как зовут? Ой, это в корень, это в корень. Вот. Вами, это в корень. Ну, то есть, еще раз, у нас автоматизация, это использование человека как робота, да, как автомата, без мыслительных процессов, а информатизация должна обеспечивать даже по федеральному закону 95-го года оптимальные условия для людей. Давайте посмотрим дальше, что у нас. Вот, вот, и начинается современность, да, начинается современность, значит, тут я даже, как сказать, покрупнее вывел, да, значит, цифровизация, она вот есть у нас вот в Википедии, да, которой, ну, пользуется подавляющее большинство, да, население. Да, значит, и, собственно говоря, термина цифровизация не существует. Значит, и сразу же идет подмена понятий, да, то есть, как говорится, цифровизация в России, определения цифровизации нет, да, и подразумевается уже цифровая трансформация, да. Значит, в узком смысле цифровая трансформация, в самом широком понимании тоже цифровая трансформация. То есть, цифровизация где-то потерялась, вот, есть цифровая трансформация. Значит, ну, а цифровая трансформация вновь у нас с английского, да, вновь у нас с английского. И, если мы, опять же, внимательно вот посмотрим ее, да, то она, как сказать, к образованию неприменима. Вот, к образованию... А куда это, кстати? Не, ну, в данном случае я специально брал из Википедии, как самого массового и доступного для людей, ну, вот, источника информации. То есть, ей фактически пользуются все, как словарем, который, вот, для всех является вот железапятой, да. Значит, и вновь, ну, вот обратим внимание, да, то, что, значит, цифровая трансформация, она должна касаться именно системы управления. Вот. Какая связь, ну, вот, со школой, да, и с уроками, ну, вот, она, вот, не просматривается никак. Смотрим дальше. Ой. Ну, здесь очень много, очень мелко, значит, это нормативное поле, да, нормативное поле, которое внедряет информативную, ну, цифровизацию, вот, в нашу жизнь, да. Мы не будем, ну, тут, как сказать, тут малая-малая-малая часть тех нормативно-правовых актов, постановлений и распоряжений правительства, которые цифровизацию внедряют, 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 внедряют и внедряют, да. То есть, ну, обратим внимание о том, что у нас были перед этим федеральные программы и национальные проекты по информатизации и компьютеризации. Завершились ли они? Они не завершились, да, вот. Но формально все уже прошло, все осталось в прошлом, все выполнено. Значит, да, ну, и тут, как сказать, мы чуть поспешили, но возвращаться не нужно, да, там просто, как сказать, ну, вот, там какие главные были элементы там. То, что уже в 16-м году стали говорить о цифровой образовательной среде, значит, с 18-го года был принят у нас федеральный проект, цифровая образовательная среда, ну, в рамках национального проекта образования, значит, то, что есть там приказы Минцифры, да, а у нас есть отдельное министерство, да, которое вот занимается цифровизацией. Значит, ну, и там видно тоже, ну, что нормативных актов самого-самого высокого уровня их море, просто море. Но все они, как сказать, разбиваются и рассыпаются, а тоже современные нормативные правовые акты. И я сюда вылил, вот, как сказать, пункт из Санпина, да, самого свежего, да, самого нового, который был даже в ковид, вот, внедрен, да, с учетом всех ковидных вот этих вот жестких установок на дистанционное образование. Значит, и в нем, вот, сохранился пункт, вот, 2.10. Значит, 2. Это работа с электронными средствами обучения, где, как говорится, длительность для детей, длительность для детей очень четко прописана. И, то есть, ну, мы понимаем, что по Санпинам невозможно использовать, ну, то есть, не то, что невозможно, запрещено использовать дистанционные среды, да, вот, запрещено использовать цифровые методы обучения. Это тот фундамент, тот фундамент, который имеет научную предысторию. Все предыдущие нормативно-правовые акты, да, вот, все постановления правительства, федеральные, там, паспорта проектов, научного обоснования не имеют. Вот, и чуть дальше я, вот, расскажу о своем небольшом обучении. То есть, а вот это вот то, что научно обосновано, и при этом во всех школах России в период пандемии об этом вытерли, но не? Конечно. Ну, так чаще всего, чаще всего, вот, и происходит. То есть, при этом... Это наш закон Российской Федерации, который просто вытерли, но не? Обязательный к исполнению. Обязательный к исполнению, да. И, значит, ну, то есть, все написано, да, то есть, в электронные средства обучения, в данном случае, да, попадает все. И даже, вот, использование проектора. Вот. Можем перейти дальше. И вот раньше во всех кабинетах информатики, да, и не просто там, во всех кабинетах информатики, вот сидели, висели вот такие памятки, да. Да, значит, и обратите внимание, то, что СанПин обновили, да, вот СанПин обновили, и в нем потерялась та часть, которая говорила о использовании не просто в течение урока электронных средств обучения, да, но и в течение всего дня. То есть, было ограничение и в течение урока, там, 5-7 минут, ну, для младших школьников, там, 15 минут, там, 20 минут, и только в самых старших классах было, вот, там, 35 минут, да. Значит, и это, ну, вот, должен и обязан знать каждый учитель. Ну, что же, на этой, как говорится, на, мы рассыпали всю цифровизацию, да, даже в существующем нормативно-правовом поле. Что делать, если они об этом вытирают ноги? Вот, какие наши действия? Вот, за нами правда, за нами закон, но они об этом вытирают ноги. Ну, так вот вопрос, что делать? Да и не министерство. Я повторяю, все равно вопрос. А кто тогда здоровит вот этот класс персональный? Не называйте меня, хотя бы где. Кто принял это решение и кто вытервался? Ну, конкретно, по Москве это был Собянин, очевидно, который всех вывел на арестах. Что ему, понятно, предъявляли, но это был Собянин лично. В Москве, в Москве, в Москве, в Москве. Кто за ним стоял, это остается возможным. Ну, личная ответственность получается его. Нет, ну, обо всем, во всей стране. В Москве, да. Мы, как минимум, говорим во всей стране, на самом деле, во всем мире. Просто надо как-то, чтобы не звали своих героев. Ну, он, в общем, это то есть. И вновь вернется к науке. То есть, санпин, он имеет действительно научное обоснование. То есть, все эти измерения, вот, про длительность, они проводились. Значит, определялось там напряжение глаз, усталость, значит, и так далее, и так далее. Вот. Монитор, это меняется все время. Здесь неважно, какой монитор. Вот. Неважно. Ну, дело в том, что, ну, про здоровье, я думаю, мы отдельно поговорим. И этому будет посвящено какой-нибудь большой... Ну, про здоровье вчера была лекция о Нигелевой. Ну, меня вчера не было. Да. Значит, ну что же, здесь, здесь тоже вот все очень мелко. Но это скриншоты, значит, с паспорта федерального проекта, да, вот, национального проекта образования, в котором приведены, вот, много-много-много-много-много-много-много вот цифрок, да, в тысячах рублей. Это все сотни миллиардов, да, вот, сотни миллиардов, которые расходуются на основании паспортов федеральных проектов, которые, кем разработаны, неизвестно, да. Имеют ли они какое-то научное обоснование, тоже неизвестно. Да, и посмотрим, вот, посмотрим дальше, да. Значит, это сотни миллиардов рублей, которые фигурально вынуты из кармана учителей. Фигурально, потому что это... Да, да, вот. Значит, это те деньги, которые, если бы мы решали по совести, пошли бы учителям. Очень рекомендую всем почитать паспорт, вот, потому что это и тренировка внимательности, да, тренировка усидчивости. Ну, нам усидчивость-то не нужна, все и так сидят. Вот, ну, значит, внутри паспорта федерального проекта есть большой перечень элементов, из которых он состоит, да. То есть, национальный проект образования, он состоит из большого количества других под паспорту, да. Ну, под проектом, да. И, значит, ну, тут я вывел просто вот это самый первый вот элемент, да, в котором вот у нас вот должно быть там обеспечено там 100%, там, чтобы у всех условия там были детей для образования, да. Ну, есть вот интересный вот подпункт, да, это вот переподготовка учителей, да, вот. Непрерывное образование, вот, непрерывное образование, да. Значит, и здесь я вот как учитель, да, хочу что сказать. Если мы даем человеку диплом, вот, этот диплом должен гарантировать, что он обладает необходимыми знаниями, умениями, навыками для своей работы учителем, да. Значит, а если мы ему не доверяем, как учитель, мы вводим непрерывное образование и постоянные повышения, да, постоянные какие-то вот непонятные требования. То есть мы или должны сказать, вот тот диплом, который мы тебе дали, ну, как сказать, это такой же сертификат, вот, или не должны требовать непрерывного образования, вот. Потому что, ну, учитель или знает, вот, или не знает. Диплом это свидетельство доверия данному учителю, который государственный... И его дает государство, то есть, если я вот получил диплом инженера, да, ну, как сказать, я инженером являюсь и сейчас, вот. И там, как сказать, вернемся к паспорту, да, значит, в нем много-много-много-много, значит, проектов, да, федеральных, значит, все они, конечно, исключительно важны. Ну, и одним из элементов, ну, вот, пролистнули, это как раз была цифровая образовательная среда, которая тоже должна охватить, вот, обратите внимание, значит, к 2024 году во всех субъектах Российской Федерации внедрена целевая модель цифровой образовательной среды. Сейчас 22-й год, да. Цифровая образовательная среда уже существует, во многих регионах она внедрена. Посмотрим, значит... А в чем она заключается? Вот как она на школу, то есть вот ты забоишь в школу, да? Ну, грубо говоря, как простого... А я приведу дальше, я приведу дальше пример. Как ее вы говорите? Значит, теперь мы... Пример уже явно был, вот Саша говорил про вот этот вот помоечный ресурс, да, в котором... Он не федеральный, вот. Мы построим федеральные образовательные ресурсы. Значит, внутри, вот, внутри вот, был вот у нас вот паспорт национального проекта образования, мы помещаемся внутрь паспорта вот цифровой образовательной среды. В нем тоже вот много вот там элементов, да, значит, и тоже, чтобы время не воровать, да, значит, я предлагаю каждому почитать, вот, что внутри этой как раз вот цифровой образовательной среды. Значит, и как быстро все эти элементы у нас вот должны быть внедрены в жизнь, и какой процент они у нас охватят. Значит, ну, и приступим, наверное, к практическим примерам, да? Так. Значит, у нас... Ну, и, ну, вот, да, вот, самое главное, да, вот, самое главное. Значит, то, что вот, о чем я уже чуть-чуть сказал, о том, что с 2000... Ну, точнее, раньше еще началось, вот, но в 2019 году уже должна была она появиться, следовательно, она появилась, паспортажи выполняются, правильно? И в десяти регионах она внедрена. И тут вот, я не помню, перечислены, а, ну, там дальше, значит, где-то должны быть в десяти субъектах, вот, смотрите, к концу 2019 года ЦОС внедрена в десяти субъектах Российской Федерации. Там есть Ленинградская область? Есть, конечно. Вот, оттуда пришли жалобы очень серьезные о происходящем дня. Ну, вам пришли, вот, министерства-то они не пожалуются, вот. Так, это, вот, я в поезде ехал, вот, и сегодня вот эти вот сделал, вот, как говорится, скриншоты, вот. А ты откуда приехал? Я из Крыма ехал, да, вот, значит, я из Крыма, кстати, вот. Ну, значит, это... То есть, ну, 620 тысяч, это как раз вот, это люди, которые управляют, вот, курируют по проектам. То есть, 10 субъектов по Крыму? Нет, нет, это общее количество. Общее количество, ну, внутри реализации этого линия. То есть, это не в том числе достигнутых цифр. Да, это именно вот на этот период, вот, к 2024 году. Значит, и из большой кубышки 800 миллиардов, значит, на нацпроект образования, именно на цифровую образовательную среду расходуется вот 73 миллиарда. Значит, не совсем, совсем немного, но это верхушка. А сколько лет далее? Ну, на 4. Давайте посмотрим, перейдем уже, собственно говоря, к тому... Для справок 600 миллиардов в год полностью вообще решит целиком всю проблему учительских зарплат. Это для справок. 200 миллиардов из них каждый год тратится на эту помойку. Вы понимаете, да, где мы с вами вам и как? Значит, обратим внимание, да, значит... Ну, я таких могу сделать много, вот, вот, скриншотов, да, значит, и слайдов. Значит, для разных федеральных подведов, федеральных подведов тоже много. Значит, суть в чем, да, здесь, вот, Министерство просвещения. Министерство просвещения государство выделяет финансирование, да. Министерство просвещения деньги не может само потратить. Вот. Министерство просвещения эти деньги в рамках нарезанного государственного задания выделяет своим подведом. Иногда не подведом, иногда, а ножком. И эти подведы, это могут быть и федеральные государственные бюджетные образовательные учреждения, и федеральные государственные автономные учреждения, расходуют. Нет. Ну вот в данном случае... Обычно федеральное государственное автономное учреждение Общего образования, это школа просто или нет? Нет, 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 нет. А не обычно ГБУ вообще. Значит, федеральных школ у них, по-моему, там только коррекции. Нет, федеральные школы, ограниченный список. Их очень мало. Бюджетная образовательная организация. Вот. Значит, и здесь приведен пример одного из тендеров. То есть эти подведы, у них программистов есть. Что у них есть? Программистов нет в Штатах. Это прокладки. Вот. Значит, как им потратить деньги? Они выходят на площадки тендеров, на аукционы, на конкурсы. Значит, вывешивают там, как сказать, наименование лотов. Значит, к ним технические задания. И кто выигрывает, тот это и реализует. В данном случае, это как раз пример. Значит, вот мы видим тендер. Разработка автоматизированной информационной системы, маркетплейс, образовательного контента и услуг. Слово-то какое? Маркетплейс. Это и... Можно пояснить, я вот нацеленность Петушкова, я вообще не понимаю. Значит, ну, есть государственные торги. На государственных торгах вывешиваются те услуги, которые необходимы учреждению. В данном случае, в данном случае, в рамках реализации федерального проекта, да, было... это задание было поручено вот федеральному государственному автономному учреждению фонд развития новых форм образования. Значит, у него программистов нет в штате. Вот. Оно готовит техническое задание и вывешивает его на торги. Да. А кто выиграет? Нет, ну, в данном случае, федеральный. В данном случае, федеральный уровень. Значит, ну, вся эта информация в открытом конкурсе. Ну, в открытом доступе. Можно вот зайти на сайт закупки Government, значит, и вбить там что-нибудь похожее и там посмотреть все закупки, которые там федеральные подведы там проводят. Да, там, сколько там цветов купили на день учителя, в смысле, на учитель года, да, там, сколько миллионов там на это потратили. Значит... Кстати, про этот marketplace. Алла Носкова, владелец поступил онлайн, еще недавно смеялась в Facebook, что она же предупреждала Сбербанк, что еще один marketplace сделать проблему не решит, еще одна контор, которая умрет. Вот, но, как бы, никто не послушал, поэтому вот они уважили 200 миллионов. Значит, суть какая? Значит, что в этом году, что в 19-м году было выделено, в 19-м году должно быть и освоено. Вот. Следовательно, в 19-м году эти деньги и были освоены. Там в тендере приняли участие, там, по-моему, 4 компании. Ну, это тоже открытая информация. Значит, выиграли, там, путем понижения цены, там, до 193 миллионов. Значит, и появился marketplace, который цифровой является образовательной средой. Посмотрим, что у нас. А, кстати, обратите внимание, что переименовали теперь. Вот. В этом году, по-моему, переименовали в ГАУФНФРУ, в Федеральное государственное автономное учреждение, Центр просветительских инициатив Министерства просвещения Российской Федерации. Фирмы Однонепс создают, да? Они также меняют название на ходу, чтобы, если вдруг до них доберутся, было очень трудно это все раскрыть. Итак, marketplace, да? Да, ну, собственно, вот он, да? Да, значит, ну, как сказать, сайт уже не действует. Вот, сайт уже не действует. В 2019-м он был закончен, а уже не действует. Да, уже не действует. Значит, он был сделан для 19-го года. Как сказать, ну, больше. Еще 200 миллиардов, в 2020 году мы его снова откроем для действия, правильно? Да, то есть, вот в данном случае это примеры из инструкции для тех регионов, которые участвовали в этом пилотном проекте. Так а почему он не действует? Это тоже, как сказать, это тоже серьезный вопрос. Нет, вообще, я не знаю, все, что сейчас происходит, должно происходить не здесь, а в прокуратуре Российской Федерации на самом верхнем уровне. Если бы у меня был доступ к кому-нибудь из Федеральной службы безопасности, я вот это бы нужно было ему скорбить просто. И чтобы он отнес это по назначению. Я не знаю, ну, давай, продолжайте, потому что пока мы единственная платформа, где это обсуждается, может быть, так как у нас все на интернет идет, может быть, заинтересуются товарищи, да, из органов. Нет, вряд ли. Нет, надо писать везде и трезвонить, чтобы стало громко и привлечь к этому внимание. Ну, мы пытаемся, сейчас мы пытаемся это делать. Ну, собственно говоря, ну, а что там? Должен быть личный кабинет, да, в личном кабинете доступ к материалам, то есть ничего, ничего такого особенного у нас, как говорится, не создано. И на это может быть 200 миллиардов рублей? Ну, на это именно миллионов, вот, 193 миллиона. А остальные деньги куда пошли? Все по-разному. Для создания образовательной среды. И для учителя, и для ученика, и для родителей. Ну, именно к этому порталу? Уже нет. Навряд. Ну, как его? Ну, да, и родителей, и учеников, и педагогов. А дед? Любой. Ну, любой. Ну, то есть предполагалось то, что... Предполагалось, предполагалось... Тут, видите, как сказать, суть в том, что в нем и монетизация предполагалась тоже. Вот. Вот. И монетизация предполагалась. Вот. Ну, маркетплейсов много. Ну, это по факту, ну, рынок, вот, в конце. То есть что-то бесплатно, что-то, что-то за деньги. То есть учебники Силева можно уже деньги скачать? Ну, учебники Силева можно и так скачать. Вот. Вот. Значит, в принципе... Как сказать? Ну, давайте чуть-чуть вот еще о сайтах, да? Значит, на сайты и на информационные ресурсы всеми подведами, и не только подведами, очень много денег тратится. Вот. Ну, то есть вот проводится там какой-то проект, ну, там, предположим, там, обновление, там, содержание образовательных программ, да? Вот. Создаем сайт. Как его? Создаем под этот проект сайт, да? Этот сайт действует в течение проекта, вот. Значит, а затем его на баланс никто не берет. Ну, то есть его, чтобы поддерживать, да, нужны новые деньги, вот. Вот. А этих новых денег в новом госзадании не будет. Вот. Проект же вот был вот на девятнадцатый год. Деньги на девятнадцатый год. Значит, брать его на баланс организации невыгодно. Вот. Потому что нужно будет, ну, его технически обслуживать, да? Нужно будет платить, там, опять же, там, за его, там, хостинг, там, размещение, там, на серверах, там, значит, или, там, переносить на свои, там, мощности. Вот. Наполнять содержимым. Это, ну, большая работа. Поэтому, чаще всего, сайт, ну, и вот платформы такие, они действуют на период, и в контрактах так и пишется, на период реализации проекта. И, там, тридцать первого декабря все превращается в тык. Вот. Ну. Это означает, что его не будет? Да. Вот. То есть, это на каждом условии. Ну, можно просто тогда рубли, вот, лопаты просто в топ. Ну, я таких примеров могу очень много вот привести, потому что я, как сказать, я занимался и разработкой технических заданий для проведения торгов, да? Значит, и готовил государственные задания, ну, то есть, то, что министерство просвещения потом нам, нам же, испускало, да? Значит, и, там, бюджетный год даже планировал был у меня такой опыт, да? Ну, и писал отчетную документацию, и принимал отчетную документацию. В общем, опыт интересный у меня, кроме педагогического. И, собственно говоря, что у нас? Наверное, я уже не помню, я что-то еще делал. А, вот. Значит, финальный слайд, да? Значит, есть очень серьезный юрист, да? Вот Анна Швабауэр, значит, которая давно занимается законными, ну, законностью, да? Цифровизации. Значит, у нее очень сильные и выступления были, там, и в общественной палате. Значит, вот. Это ей этот Максат. Да, да, да. Макс. Вот. Заявил бы лицо, что денег в М4 нет. Да. Она не сказала, что он нарушает конституцию, а он смеялся ей в лицо. Вот я, да? И, значит... Да, да, да. Да. Я хочу выяснить. И, предположим... Я не знаю, что у нас нет денег на сельское участие, я не сказала. Вот. И, то есть, она, как юрист, да, кандидат юридических наук, она копает глубоко, вот. И качественно. И качественно там. И про 16-ую статью Федерального закона об образовании, каким образом там ее меняли, 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 меняли. Значит, и о законности всего этого. Значит, и... Ну, вот я еще вот привел вот Игоря Ашманова, Наталью Касперскую. Вот. Наталью Касперскую очень рекомендую про выступления по... Господи... Идентификации, вот, по защите биометрических данных. Вот. А, предположим, вот Игорь Ашманов, да. Игоря я всегда приглашал. Да. Написал ему все про конкуренцию. Ну, вот так он написал, чтобы, ну, вряд ли у него время не было. Да, у него очень напряженность. Вот. И, значит... Вот, ну, простые примеры вот из кванториумов, да. И, там, IT-кубов хочу привести. И к тому, что... И про, вот, детей, которые в 12 лет могут там управлять там заводами. Значит, как это все работает, да. И какой вред оно наносит. Значит, когда мы ребенку, когда мы ребенку даем фрагмент знаний, который делает вау-эффект, значит, у ребенка появляется, как сказать, ну, он сам себя обманывает о том, что он стал специалистом. Он может зарабатывать деньги. Вот. Значит, этот ребенок, этот ребенок участвует в каком-нибудь стартапе. Или даже, там, на работу, там, куда-то устраивается. Или, ну, там, или, там, 18 лет, там, 20. Значит, и какой-то период, какой-то период, на этом фрагменте, на этом фрагменте знаний, он действительно может что-то зарабатывать. Вот. Может, он и всю жизнь сможет зарабатывать. Но он не сможет решать действительно сложные задачи, которые требуют фундаментального базового знания. И, вот, Игорь Ашпанов, он, как сказать, вот, предположим, вот, недавно выступал по поводу того, что, вот, у нас там не хватает айтишников, да? Значит, если посмотреть вот так вот, то у нас каждый второй айтишник. Вот. Инженер. Вот. А если копнуть чуть глубже, вот, то люди, которые, там, занимаются, там, лендингами, да? Или, там, как говорится, иконки, там, расставляют, там, переставляют, да? Значит, заняться теми сложными задачами, которые… Иконки, я имею в виду не иконы, а… Иконки, ну, в программах, там, кнопочки, там, куда-нибудь там переставляют, да. Значит, ну, вот, таких людей много. А тех, которые могут заниматься серьезными, жизненно важными государственными задачами, предположим, мы же понимаем, что, вот, даже из определения цифровой трансформации, понятно, что должен появиться госплан, ну, как оптимизация системы управления, вот, экономикой. Он может как угодно называться, ну, вот, иначе, вот, но он должен появиться, вот. Для того, чтобы обрабатывать такие массивы данных и прописывать нормальные алгоритмы, которые будут учитывать, там, вот, там, все, как говорится, там, ограничения. Значит, а таких людей раз – и нет. Почему? Ну, Греев. Нет, ну, Греев, конечно, главный, главный айтиш. Греев претендует на такой госплан. Тут, видите, зачем он в образование тогда лезет, когда это функции государства и разрушает образование. Потому что мы же только что с вами разобрали о том, что цифровизация законодательно запрещена в образовании. Вот. В школе использовать электронные средства обучения можно совсем-совсем чуть-чуть и совсем-совсем недолго. Вот. А лучше не использовать совсем. Вот. Просто учитель должен обладать знаниями, вот, и владеть, и владеть хотя бы предметом. Поощряется финансово, обратно. Да. То есть, учитель, который ведет добросовестный урок, он не поощряется, он проигрывает деньгам. Конечно. Учитель, который включает кнопочка экран и пишет, что вот отчитался, включил экран. То есть, все перевернуто с ног на голову. Это просто вредители. Просто вредители. Вот. Прямые. Ну, тогда буквально еще чуть-чуть и надо, наверное, давать другим слово. Значит... Нет, нет, очень интересно. И как в итоге работает государство, да? Значит, государство увидело о том, что в школе много там детей избыточно активных или там с психическими какими-то там неустойчивыми. Государство не стало помогать учителю. Государство сказало, мы введем в школе ставку психолога, да? И этот психолог там на тысячу детей там один, да. Вот. То есть, подход формальный, да? Значит, государство говорит, воспитанием у нас какая-то беда, да? Введем советника по воспитанию, да? Ну, с утра гейм включит, скажу. Вот. Как сказать? Подход формальный, да? Значит, вот Васильева, наш легендарный министр, да? Значит, как сказать, сказали, астрономию дети не знают. Мы в школу ведем астрономию, да? Так мы ввели же. Ввели. Часы переобозвали. Ну, ввели же. Вот. Формально. Есть вопрос астрономии. Вот. Галочка. Мы включили задание. Часовка не добавили. Это галочка. Галочка стоит. Не, ну, Василий, Василий у меня вызывает ощущение, это как раз наиболее симпатичное из всех, кто там действует. Суть в том, суть в том, что нужно посмотреть в корень, в определение. Вот. Люди действуют бездумно. Вот. Люди действуют как автоматы. Люди действуют механически. Вот. И подход везде формальный. Вот. Я напомню просто Жванецкого, Райкина, который произносил Жванецкого. Пуговица, претензии есть? Претензий нет. Претензий нет. Вот. Вот. Все. И национальные... Это еще костюм вопрос, на самом деле, да? Вот. И то есть... Здесь кривой, косой. Я отвечаю за пуговицы. Конечно. Вот. В рамках программы «Электронное правительство» появились госуслуги. В рамках программы «Электронная медицина» появилась ЕСЯ. Я правильно понимаю, что в рамках программы «Цифровой образовательной среды» РЭШа не появится? Он сейчас так нам ошиблится и так пилится. Ну, как сказать, что будет в двадцать третьем году и двадцать четвертом, пока не понятно. Дело в чем? Вот. Дело в чем? Вот. Вроде как федеральные паспорта утверждены проектом, да? Значит. Но опыт говорит, вот жизненный, да? Вот. И я с этим сталкивался вот в своей жизни, что федеральные паспорта корректируют... На лету. Вот. На лету. Вот. Там нужно поставить больше там контрольных точек, значит, появится больше контрольных точек. Нужно что-то там поменять, все это поменяют. Вопрос в том, что все рассыпано. Вот. Вот. Все рассыпано, и у людей нет, ну, единого понимания вот всех процессов. Ну, вот в рамках СОС. Школу создали сейчас. Каждая школа обязана вести сайт, да? Где подбегают сведения о себе. Две электронные дневники, по крайней мере, в Москве, с которыми, видимо, не на уроках, да? Должны оперироваться дети и родители. Это, на самом деле, не трогается. Которые должны заполнять учитель материалами в рамках все той же цифровой образовательной среды, потому что ресурсы должны наполняться. Это, санктивно, тоже не регулируется. Что еще? И дальше появляются вот эти образовательные материалы, типа маркетплейсов, которые имеют временный характер. Это все, что оплатывает, так сказать. А, еще, дополнительное дистанционное и дополнительное образование для педагогов, так я понимаю, которые привезут ковид. И это все, что оплатывает на сегодняшний день, как спорта, на сегодняшний день. Нет, сейчас образовательная среда — это сфера, отдельный, совершенно большой проект, который должен, по идее, моя школа, которая называется, который должен все это объединить. Но это как РЭД, как госуслуги. Моя школа — это отдельный проект, сейчас текущий, который самый главный, который должен, по идее, объединить все под собой. Как единое окно, по сути дела. После этого школа перестанет. По идее, идея заключается в том, что дневники будут замкнуты туда же, все федеральные, то есть вот в эту федеральную систему. То есть они сейчас мыслят так, что будет некий под госуслугами, прямо в госуслуга. Ссылочка с названием «Моя школа» и в этой моей школе будет первым, как с платформа, которая коммуникационная. Это все вместе. Моя школа и есть цифровая образовательная среда. Задумывается примерно так, как я понимаю. То есть, что, соответственно, туда войдет сфера, как коммуникационная среда. Дневники электронные все будут подвязаны туда же. То есть через госуслуги ребенок и родитель будет авторизовываться в этой моей школе и получать все сервисы, связанные с государственными образовательными сервисами, которые касаются школ. А вести это будут все учителя? А вести там это никого не интересует, кто это будет вести. То есть об этом разговора не ведется. Ведется разговор о создании такой среды. А кто это будет делать, вот министры не интересуют вообще. Слово совсем. Учебный процесс здесь вообще никак не готов. Нет, нет. Среда. Туда интегрируем оценки. Туда интегрируем оценки. Туда интегрируем, соответственно, здоровье. Туда интегрируем все. То есть Шадаев мыслит так. Шадаев и люди, которые продвигают, вот названные Иваном Людей в Минопросвещении, да, вот там фигуры, фамилии и фотографии были, присутствовали, да. Вот эти люди мыслят так. Зачем это нужно? Кому это нужно? Они не спрашивают. Они так мыслят. Все, точка. Ну, стой. Они умеют объяснять хотя бы сами, вот как... Зачем это нужно? Да, зачем они это делают? Это надо. Это надо. Это надо. Алексей. Я думаю, вот мое мнение, предположение, я бы сказал так, предположение такое, что если поделить эти суммы на 100, то, возможно, какая-то общая платформа, такая вот агрегируемая России, нужна. Ну, если деньги поделить на стол. Но это не имеет отношения к учебному процессу никакого, да? Для начала, а зачем нас всех туда записать? Для начала. Ну, я могу... Смотри, я могу... Давай я попробую быть адвокатом, так сказать, дьявола. Вот я могу себе представить, что общая база данных всех успехов, всех школьников, в принципе, правительству может быть нужна. Зачем? Ну, например, чтобы выделить, там, действительно, людей, там, склонных к олимпиаде по биологии, к олимпиаде по математике, кто понять... Родители олимпиады сами решат. Родители сами решат. Понимаешь, я как у Слёжного отвечу на это просто. Если ты можешь организовывать олимпиады, предлагать мне как родителю, а я сам должен решить, хочу я туда приходить или не хочу, и у меня должна быть права прийти к тебе лично, без всяких госуслуг. Ну, хорошо, теперь... Елена все тебе скажет, что не все родители знают, что их ребенок талантлив. Она мне просто... это в лицо. Ну, она всегда говорит, не все родители знают, что ребенок талантлив, а мы отловим всех талантливых детей. Тут я, допустим, их... Я, допустим, только кем же. Знаешь? Сразу. Мне кажется, что здесь важно другое. Мы можем спорить об этом. Мы сейчас вот как бы в этом пункте нужна не вообще образовательная среда, в которой что-то агрегируется, да? Мы можем об этом спорить. Но мне кажется, важнее два обстоятельства. Первое. Ресурсы, которые на нее выделяются, стократно превышают любые разумные суммы. Стократно, не десятикратно, а стократно. То есть здесь нужны эксперты, которые установят, какие суммы здесь нормальные, а остальные суммы признают разворованными и посадят людей, причастных к этому. Это первое, что надо сделать. Второе, надо отметить, что создавать, не создавать цифровую образовательную среду, и это, конечно, вопрос, допустим, дискуссионный, но на то, что учебный процесс в школе совершенно деградирует, это никак не оказывает влияния в лучшем случае никакое. А в лучшем, на самом деле, это делает, ну, как бы, профанирующее влияние. Оказывается, что делается вид, что учебный процесс есть через то, что какие-то циферки поступают в СОС. Вот это важно. То есть, ну, как бы, я не хочу брать и говорить, вот уберите вообще это навсегда. Завтра рубильником. Причем я бы, честно, если бы я сегодня был президентом, я бы сегодня просто распустил мне цифры вообще. Все вырученные деньги спасли для образования. Для немедленного спасения нашей безумной беды в России это падение у нас вышло. И завтра бы спросил, поднимите руку, пожалуйста, те производства, которые нуждаются в цифровизации. Мы вам дадим федеральные цифры. Я тебе могу сказать, что Владимир Владимирович ровно это сделал, когда остановил проект с названием «Пентингент». Он просто написал в резолюцию, он наложил вето на этот проект, а это было создание единой базы. Всех детей, ну, по сути, создание единой базы по всем детям России. Он наложил вето со словами. Он наложил вето со словами. Объясните, какие конкретные данные и каких целей, и кто будет за них отвечать. Вот на это вот он написал. Он ровно это написал. Это когда было? Ну, это было уже лет 5 назад. А, лет 5. Да. А сейчас после? И после этого вот эти ребята начинают все обратно возвращать. Да, понятно. У них другие цели, но никто не отвечает на вопрос, а где ответы на этот вопрос? Для чего? Конкретно кто отвечает? И вот то, что Иван приходит, это как раз вот эти вот примеры. Пусть, а не объясняют. Да, ребят, объясните сейчас, какому учителю это нужно. Кому это нужно? Мне это не нужно, да? Ты вот правильно сказал вчера. Мои идеи не нужно. Директорам тоже не понимают, зачем. Их тоже напрягают даже, как на самом деле. Ты вчера правильно сказал. Ребят, я не понимаю, да, какой результат это дает. Да. Никто из нас не понимает. Зачем, зачем мне активно? Ну, я тебе спросил. В московском школе. Да. В московском школе. Какой-то ресурс, который... Создает прекрасные условия для воровства и распила. Не чистоплотным людям. Создает абсолютно антистимулы учителям. Вопрос. Почему мы это терпим? Почему? Что происходит? Почему нет человека, который это остановит? Дорогие друзья. Вот. Разрешите откладиться. Вот. И хочу сказать о том, что, ну, в завершении. Нам нужны здоровые дети и физически, и психически, да. И только такие дети смогут обладать волей, чтобы не стать автоматами, да. И не поддаться цифровизации. И не стать зависимыми от цифровых технологий и гаджетов, да. Значит, и получается у нас вот настоящее триединство. Здоровье материальное, здоровье душевное, которое дает волю и способность различать, да. Ну что ж...